Привет! Сегодня у нас 14 ноября, понедельник, а это значит очередная зарядка, очередное взвешивание. Я тут уже миллион фоток наделала. Ну, чтобы делать обложку для видео, я фоткаю себя. Это, кстати, тоже собирает, потому что ты знаешь, что ты каждый понедельник фотографируешься. Каждый понедельник я обычно обновляю везде фотографии на своих страницах. И поэтому хочется каждый раз быть красивее, чем на предыдущей фотографии. И поэтому каждый раз что-то новое выдумываешь, то так образ поменяешь, то так образ поменяешь. И, в общем-то, я там наснимала, нафотографировала, потом посмотрите. На этой неделе все было так же, как обычно. Делала аэробику, пресс, упражнения на грудь. Упражнения на грудь даже я вам записала, такие короткие шорсы. Но эти шорсы я сама просто увидела картинку в интернете. Там была просто картинка и сколько повторов. Поэтому я для себя так же пересняла это в виде таких коротких видео. До этого я делала другие совершенно упражнения на грудь. Ну, в общем-то, у меня там они все стоя практически делаются. Только есть у меня отжимания там. И есть у меня, когда ты через стул, в общем, через лавку нужно перегнуться. И так же гантели назад через голову делаешь. Ну, вот эти я увидела, делала. Да, они тоже эффективны. Видимо, там другие мышцы задействуют. То, что когда я те свои упражнения делала, у меня уже ничего не болит. Когда я стала делать вот эти, вчера на полу делала, у меня стали болеть вот эти места. Там, где от подмышки к груди идут. Сейчас тихну еще, будь здорово, Лида. Так, еще я читаю эту йогу. Я уже ее никак не могу дочитать, потому что времени у меня нет. Я уже ее на видное место, на холодильник себе поставила, чтобы хотя бы по две, по три страницы в день читать. И, в общем-то, немножко вам сейчас расскажу. Там рассказывается, что есть такие принципы дао, по которым надо жить. Если ты эти принципы нарушаешь, то получается, закон природы дао ты нарушаешь, то ты за это получаешь болезнь. То есть есть, ну, он говорит, где-то 50 принципов дао, но в основном рассказывается о 12 принципах. Например, вот не передавая знания, а не сделать его своим. То есть нельзя говорить о том, чего ты не знаешь или то, что ты на себе не испробовал. А я, получается, правильно все делаю. Я где-то что-то нахожу на себе и испробую, а потом только вам рассказываю. Например, в просьбе не отказывай. Есть такой закон. И тут такой интересный еще есть закон. Не западай. То есть нельзя зависать на каких-то ситуациях. Ни в прошлом, ни в будущем. Например, многие думают часто о будущем. Как оно там будет дальше. И, получается, они живут сегодняшним днем. И многие наоборот. Что-то, какую-то ситуацию там в прошлом у них была. Либо хорошая ситуация была. Например, какой-то мужчина был в прошлом. Ты на нем западаешь, и ты не можешь идти дальше. Ты постоянно возвращаешь с мыслями к этому мужчине и сравниваешь с другими. Я такое встречала, когда я какое-то время немного работала. И там женщина была, у нее муж умер. Ну и там она еще достаточно была молодого возраста. Могла бы, например, еще познакомиться с кем-то с другим. А она сказала, вот такого, как мой Вова, больше не найти. То есть она мысленно запалывает на том человеке. И она уже даже не рассматривает никакие другие варианты для себя. Она, получается, как-то живет в прошлом. И вот тут пишут, когда вы к чему-то прилепились, а жизнь уже зовет вас дальше, в основном просто бьют по рукам. Представьте, что вы залезаете в новый поезд, в новый вагон, тащат за собой старый изношенный чемодан, который вы должны были уже просто выбросить. А он в вагон не влезает. А вы прете и говорите с добром, и только с добром. С вот этим добром, добро не брошу. А вас кто-то за чемодан дергает. Да отпусти, уже хватит. А ты, нет, не хочу. Может пригодиться. И вот в такой ситуации жизнь просто так поворачивается, что вас по рукам бьют, и приходится этот чемодан все-таки бросить. То есть, если как бы мы добровольно с этим своим... А, я не броги! Если мы добровольно со своим этим прошлым не расстаемся, то нас все равно заставят с этим своим прошлым расстаться. Потом есть, я не знаю, где этот закон, я сейчас найду его или нет, но там есть такое, что про детей. Ну, например, не только про детей, но там вот есть такое, что не просят, не лезь. А мы как бы, особенно в жизнь детей, да, влазим, и родители, особенно в жизнь взрослых детей могут влазить. И вот за это могут родителю дать какую-то болезнь, чтобы он занимался своим здоровьем, своими делами, и не лез в жизнь ребенка. Потому что есть такое, что отрицательный опыт часто в жизни учит человека чему-то новому. Человек духовно растет, когда преодолевает какие-то трудности. И уже, если вот сейчас ему это было трудно, это было тяжело, но потом, оглядываясь на свое прошлое, он понимает, что вот эта ситуация ему должна, ну, нужна была для того, чтобы он там духовно вырос, или морально вырос, или вообще вырос, из детства, да, ушел. Ему эту ситуацию дают. А если родитель начинает оберегать через чур ребенка, не лезть туда, не лезть сюда, типа я лучше знаю, куда тебе учиться, я лучше знаю, на ком тебе жениться, начинает везде родитель лезть, то ему тоже дается своя, значит, проблема, болезнь какую-нибудь ему дадут, чтобы он занимался собой, своим здоровьем, и отстал уже от этого ребенка, и дал ему жизнь, жить своей жизнью. В общем, такое вот, интересно тоже, 12 признаков вот этих, 12 вот этих постулатов, он, ну, таких самых серьезных рассказывает. Такие же есть тела, не дала мне нормально рассказать, ну, ладно, посмотрим, сколько я вешу на этой неделе. 58 900, на той неделе была 58 200, немножечко добавила, но это хорошо, потому что я той неделе была после болезни. Нормально. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...